Как уже сообщалось, Висыгинские детские сады готовятся работать по программе Steam, название которой является аббревиатурой английских названий «Наука, технология, инженерия, искусство и математика». Мы уже рассказали о детских садах Ауксинис Гайдиалис и Ауксинис Роктиалис, которые в рамках проекта Steam выбрали искусство и математику. А теперь познакомим с планами детсада Гентарелис, о которых нам рассказала директор Аушра Шелейкини. Ваш детский сад выбрал направление наука. Почему вы взяли именно это направление и что оно в себя включает? Науку мы взяли, наверное, потому что это очень близко мне, потому что и сам я педагог, и педагог естественных наук. Я сам химик, и, наверное, про науку мне очень-очень близко все говорить детям и рассказывать, и творить в саду. Ну, наука – это такое широкое понятие, это и физика, и химия, и биология, и экология. А ваш сад давно уже, в принципе, занимается природоведением, и поэтому вам близко? Так как висагин есть в лесу, наверное, все висагинские дети очень близко к лесу, и они понимают, что в лесу и деревья растут, и звери, и птицы там можно найти. Можно найти разные растения, разные ягоды, травы, и ребёнок вот тогда начинает познавать мир, когда ему становится интересно. Увидел жучок, почему он такой, почему он чёрный, а не красный с пятышком? Ребёнок тогда познаёт, и, наверное, все сады так познаёт мир, во всех садах так дети познают. Да, тогда, если дети познают мир и без того, и без программы «Стим», то как программа «Стим» поможет детям вот это глубже всё это понять и исследовать? «Стим» – это не только природа. «Стим» – это математика, это искусство, это энергетика, это технологии. И это всё очень-очень связано. Если мы учим, например, ребёнка, объясняем, что творится в природе, мы это можем притянуть и к искусству. Мы в это время можем развивать речь ребёнка, мы можем развивать математические навыки. Это название «Стим». Если выбросим букву одну, это не будет уже полное развитие. Но эта программа позволит вам приобрести дополнительное оборудование. Например, теплица у вас и без того есть, но вы будете ещё более глубоко исследовать рост растений. Расскажите, как это у вас будет выполняться? Мы хотим создать одно помещение, что там у нас был зелёный мир. Мы там будем выращивать растения, будем смотреть, как растение растёт, как созревают бутоны соцветия, как развивается сам цветок. Потом будем смотреть на корневую систему, как корневая система развивается. Это позволит нам всё глубже пойти, а глубже значит увлечение ребёнка искать дальше ответов, ответов в школе, ответов в жизни. Находить правильные ответы детям поможет специальное оборудование, которое приобретут по проекту «Стим». Например, для наблюдения за ростом растений, за развитием корневой системы, будет куплен специальный стеллаж с поливочной системой. Кроме мира растений, дети будут познавать основы таких физических явлений, как электричество, получение энергии, а также получат представление о химических процессах. Например, электричество легко изучать на игрушках с батарейками, а генерирование электроэнергии на велосипедном фонарике с динамо. Химические реакции можно демонстрировать, делая шипучий лимонад, изменяя цвет свекольного сока или отмывая руки от черники, сначала с мылом, а потом лимоном. Так дети узнают о кислотно-щелочных реакциях. Но и это ещё не всё. Мы будем конструировать и просто искать ответы на такие простые вопросы, которые интересуют детей, когда они маленькие. Чтобы они потом уже в школе тоже задавали вопросы серьёзнее. А получив ответ, они хотели интересоваться и дальше учиться искать тоже ответы. У вас очень широкий спектр взят в ваших научных, можно сказать, исследований. И вы собираетесь приобрести ещё такое оборудование, как телескоп, микроскоп? Да, нам интересно, что творится в мире. Мы уже и сейчас смотрим на солнечное затмение, но когда будем иметь телескоп, мы можем на небо смотреть и ночью. И тогда детям объяснить, что творится в небе, когда у нас ночь. Мы хотим увидеть и такой мир, который простым глазом не видим. Мы покупаем микроскоп, приобретаем. Как вы думаете, как повлияет на развитие детей вот эта программа «Стим»? Программа «Стим» повлияет на ребёнка очень-очень с многих сторон. Потому что ребёнок — это такой человечек, который мы сеем семена познания, он потом как цветок растёт, растёт. И всё время стремится выше, чтобы познать больше и больше. Мы развиваем речь, мы развиваем мышление, мы развиваем творчество, мы развиваем память, развиваем желание учиться. И это всё-всё для будущего ребёнка. В следующий раз мы расскажем о том, как готовятся работать по программе «Стим» в детском саду «Ажалюкас». «Стим» в детском саду 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 «